добрый день друзья настал тот день когда официально в сми появился приказ нурмбетова по выплатам 42 500 ну и собственно деньги стали поступать людям в проактивном режиме что означает без заявки но как нам кажется таких выплат в июле будет намного меньше чем это было во времена чп и об этом позже меня сейчас волнует несколько другой вопрос всем нам помнится что во время чп люди не умирали сотнями нежели как это происходит сейчас после снятия этого режима прошу вас объявить через то есть люди не умирают вводим режим чп люди стали умирать а ведем карантин теперь моя версия происходящего по конституции во время режима чп наше государство должно проявлять определенную заботу о нашем населении что собственно мы наблюдали в апреле и в марте текущего года все получали выплату 42 тысячи 500 тенге то есть минимальную заработную плату режим чп отменили спустя два месяца мы почувствовали что государству стало нелегко возможно может быть какие-то финансовые проблемы но даже формируя социальную корзину сейчас уполномоченные не стали заморачиваться в покупке продуктов питания стали просто начислить два мрп всем нуждающимся из малообеспеченных семей чего собственно нельзя сказать по выплатам 42 тысячи 500 вот всегда задавался вопросом зачем было придумывать обязательную оплату и сп потом резко видоизменять правила а потом на брифинге еще и говорить что не оплата и сп не наличие пенсионных отчислений не могут повлиять на критерии естественно отбора нуждающихся и не нуждающихся поэтому на этот раз никто платить единый совокупный платеж респа не будет таких требований не будет ощущение того что кто-то там хочет показаться умным а в итоге происходит все как всегда на этот раз друзья по выплатам все предельно ясно и понятно единовременная социальная выплата полагается работникам находящимся в отпуске без сохранения заработной платы индивидуальным предпринимателем лицам занимающиеся частной практикой физическим лицам получающим доходы по договорам гражданского правового характера предметом которых является выполнение работ либо оказание услуг также физическим лицам являющихся плательщиками есп это согласно приказа министра труда и социальной защиты населения от 16 июля двадцатого года номер двести восемьдесят три и здесь вот так вот интересно написано речь идет о пункте 3 данных правил единовременная выплата осуществляется следующим категориям и перечисляются категории здесь небольшая ремарка для юристов из министерства где отлагательные условия исходя из текста исходя из буквального толкования норм права то это единовременная выплата полагается категориям граждан без исключения но мы-то с вами догадываемся что эта выплата осуществляется на случай потери дохода связи с виде ограничительных мероприятий и вот почему об этом не говорится в данном пункте 3 этих правил но нужно же как-то развиваться кстати по поводу развития всю ту красоту которая вы уже успели заметить на нашем канале выполнена дизайнером видеографом алмазом дюсибаевым лично я всегда замечаю ремесленников и очень глубоко уважаю их труд да и результат работы у них на порядок выше и лучше в instagram у алмаза есть интересные публикации его профессионализм вас точно удивят поэтому если вам когда-нибудь потребуется свежий взгляд на привычные обстоятельства проваливайтесь по ссылке в описании под этим видео хороших дизайнеров много не бывает июльские 42 тысячи 500 получат только официально трудоустроенные и плательщики ESP те у кого есть работодатель заявку формирует он сам и подает за своих работников остальные ESPшники индивидуальные предприниматели лица занимающие частной практикой такие как нотариус судебный исполнитель адвокаты и другие а также лица которые сидят на договорах гпх подают заявку самостоятельно в случае если их заявка не рассматривается в проактивном режиме а если вам не пришло смс я имею ввиду лица которые должны самостоятельно подать заявку есть удобный сервер который придумал для нас халык банк все очень просто и понятно нажимаем выходит напоминание о том что неофициально трудоустроенные не подпадает счастливый список далее выбираем категорию заявителя по желанию можно указать адрес даем согласие на обработку персональных данных и вперед кстати здесь же можно проверить статус выплата 42 тысячи 500 назначена деньги уже в банке не знаю как вы но если есть приложение народного банка то им повезло телеграм-боту лично не доверяю потому что там очень много всяких непроверенных мошеннических ботов а разбирать где в правильном месте должен находиться дефис либо пробел ну для наших сограждан это сложно кстати на его висит информация 6 июля началась работа по рассылке про активных смс тем гражданам которые подпадают под автоматическое назначение пособия для лиц из данной категории не воспользовавшихся про активной услугой прием заявок будет осуществляться после завершения про активного оказания услуги но здесь же опять непонятно когда же мы дождемся завершения про активного оказания услуги ну и в конце друзья небольшое поздравление для всех тех кто получил небольшую помощь от нашего государства а те кто остался без должного внимания я просил бы написать в комментариях о себе под этим видео ну и выражая свое мнение и пожелания своих подписчиков мы просили бы назначить эту небольшую помощь всем людям без слова нуждающимся на этом у нас все друзья подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх чтобы продвигать это видео делитесь ссылка на это видео своих ватсап группах а пока всем огромной удачи и пока